Я просто не понимаю, все пули летят в одну точку. Это реально какой-то лучший чит, который встроен в мышку. И йоу, друзья, всем привет, меня зовут Алекс. И последнее время я начал замечать, что вам очень нравится, когда я рассказываю различные фишки, лайфхаки, либо же просто советы, которые повышают ваш скилл. Ну и, конечно же, в дальнейшем помогают вам апнуть звание в CS GO. И сегодня будет не совсем обычный ролик. И как вы могли уже подумать, он будет связан с читами. Но нет, это совсем не читы. Я вам покажу, как полностью убрать отдачу на всех оружиях. И да, это работает и в матчмейкинге, и на фейсите. Почему это не считается читом? И могут ли вам за использование этого лайфхака дать вагбан? Поэтому ролик получился реально интересный. И я тебе советую досмотреть его до конца. Но и так как вы обожаете подобные ролики, ведь они реально безумно полезные, давайте наберем 15 тысяч лайков. Я, блин, реально безумно стараюсь. И надеюсь, вы сможете это сделать. Ну и обязательно, друзья, повторюсь, обязательно нажимайте на колокольчик. Ведь YouTube последнее время лагает. Ну а если вы еще не подписаны, то обязательно это сделайте. Ведь самые лучшие кэсеры давно уже подписаны. И ждем реально только одного тебя. Ну и как всегда, я теперь отвечаю на все комментарии. Ну а я тебе желаю приятного просмотра. Итак, начнем с того, что это можно сделать, конечно же, не на всех мышках. Но на каких-то топ-брендах, таких как Logitech, Razer, SteelSeries и других, это сделать реально. В моем случае это мышка Блади. Ведь, как мне показалось, на ней это сделать было проще всего. Я ее и купил. Да и тем более, в интернете было безумно много рекламных роликов, в которых говорилось, что эта мышка как раз это и может. Но, друзья, это не реклама этой мышки. Сразу скажу, она во всех параметрах говно. А вот насчет макросов мы сегодня это и проверим. Итак, начнем с первого. Для чего вообще это нужно? И я думаю, это уже все понимают, чтобы лучше стрелять, чтобы лучше играть. Насколько это будет полезно, вы узнаете уже ближе к концу ролика. И как же это может увеличить ваш скилл? Да все просто. Когда вы зажимаете, у вас все пули летят в одну точку. Да и тем более, макросы можно сделать разными. Да и, допустим, макрос может повторить даже спрей про игрока. Итак, как же все-таки сделать макрос именно на моей мышке? Я вам просто покажу, потому что, скорее всего, так же самое будет и на вашей мышке. Либо же очень-очень похожее. И так как компания Блади именно делает свой пиар-ход на том, что они делают такие макросы, что, точнее, это возможно сделать на их мышках, то эта функция платная. Но я не знаю почему, она у меня работает уже больше точно тысячи выстрелов, как тут указано. И как-то залагало, я не знаю, как это работает вообще. И тут предоставляется 4 ядра, которые могут быть установлены в вашу мышку. Первое, это вообще стандартное, самое обычное, это, в общем-то, ничего не меняется. Второе, это вы просто можете одним кликом стрелять 2 раза, либо же 3 раза, либо же 4 раза. То есть, это, грубо говоря, тоже ни на что не влияет. А наоборот, даже мешает. А вот уже третье и четвертое ядро очень даже полезны. Но четвертое ядро не подходит для шутеров. Этот больше для ММО и РПГ игр. А вот Ультра Кор 3 именно для CS GO. И как я понял, даже не скачивая макросы, у вас уже все равно улучшается стрельба. То есть, у вас не будет таких тупых, глупых спреев никогда. Но прям жесткого палева тоже и не будет. Но эта функция платная, она стоит сейчас 10 долларов. Но можно взять и по бесплатно тысячу выстрелов. Но как раз мне для ролика этого и хватило. Поэтому выбираем Ультра Кор 3. Переходим в вкладочку Headshot. Дальше тут создаем новую папку. Вот, новая папка. Называйте ее как хотите, я назвал просто AIM. Как же все-таки перекинуть в нашу папку эти макросы? Просто-напросто заходим по этому пути. Program Files. Bloody 7. Дальше снова же Bloody 7. Data. Mouse. English. Script Macross. Gun. Lib. И дальше выбираем нашу тут папочку. В моем случае это AIM, которую я создал. Но как вы видите, тут есть реально все игры. Самые популярные игры реально есть все. И Warcraft, и PUBG, и так далее. Даже Fortnite вроде бы есть. Я не буду оставлять ссылок ни на программы, ни на макросы, потому что я не считаю это правильным. Я лично нашел макрос на AIM буквально за 5 минут. Поэтому переносим и дальше переходим уже в нашу программу Bloody. После этого у нас тут появляется этот макрос. Мы просто нажимаем кнопку и выбираем кнопку или 3K или NK. Возможно у вас будет еще 4K, если у вас более крутая мышка Bloody. Лично в моей есть только 2 макроса, как я сказал уже ранее. Все, нажимаем подтвердить, Apply. И у вас просто теперь работает этот макрос. Все. А теперь перейдем к тестам. И после теста вы узнаете, можно ли получить за это баг-бан. Итак, я уже на карте The Mirage. Я скачал себе 1 макрос на M4A4. И да, можно скачать макросы на все оружия. Абсолютно, даже на USP. Да я вам скажу больше. Даже на P90 можно скачать макрос, и это будет такой дикой имбой. Вы просто себе не представляете. Итак, вот как стреляет мачка без макроса, без настроек, просто без ничего. Вы, я думаю, все знаете. Просто нажимаем левую кнопку мыши и стреляем. И не контролируем зажим. Это выглядит примерно так. Я думаю, это все понимают. И чтобы стрелять реально классно, нужно контролировать зажим. Вот так вот. Но все равно, видите, он не идеальный. И что может сделать этот макрос? Нажимаю специальную кнопку на мышке. Цвет в моей мышке меняется. Вы это все видите на видео. И теперь макрос включен. То есть, смотрите, теперь встаем в то же самое место и стреляем вот в эту точку. И снова же я мышкой не двигаю. Вот как это выглядит. Это просто идеальный зажим. Есть даже специальные макросы, которые делают такой зажим, что вы будете просто в шоке. Все пули будут лететь не так, а прям в одну точку. Но мне кажется, что это просто безумно палевно. И за такое, если вам вагбан не прилетит, то патруль точно дадут. И давайте проверим на таком более длинном расстоянии. Где-то вот досюда уже. Проверяем. Ну, в принципе, это реально хорошо. И тем более я скачал еще бесплатный макрос. То есть, они бывают платные. Они бывают как читы, наверное. Элитные там какие-то. Вип-читы, я не знаю. И макросы тоже такие бывают. Я скачал самые обычные, чтобы вам продемонстрировать его работу. Что это реально работает. То есть, это я начал зажимать. Случайно начал сам контролировать. Вот. Единственный минус этого макроса, который я скачал бесплатный, то, что он сбивается. Но существуют такие, которые просто не сбиваются. То есть, так как у меня на сервере сейчас 30 пуль, и я поставил их бесконечными, то срабатывает только первых 30. Потом уже макрос сбивается. Потому что, ну, зачем в CSGO? В CSGO больше пуль нет на М. Но есть единственный минус. Я скачал этот макрос на М4А4. И давайте проверим, как он будет работать на калаше. Я не думаю, честно говоря, что он будет хорошо работать. Давайте постреляем. Я его включаю. Вот видите, на калаше он не работает. Это главный минус. Потому что он не универсальный. То есть, он работает только для одного оружия. И так как у меня на мышке две кнопки, которые отвечают за макросы, я могу только поставить макрос только для двух оружий. Допустим, МК и калаш. Больше я сделать на данный момент не могу. Это главный минус. А теперь проверим его в деле. Как вообще убиваются противники? Вот, отключаю макрос, навожу на голову. И начинаю просто стрелять. Ну, а перед этим хочу сказать, что в моем магазине casemarket.net произошло глобальное обновление. И кроме того, что изменился дизайн, наконец-то началась долгожданная акция. И игры сейчас просто по минимальным ценам. GTA 5 179 рублей. FIFA 20 309 рублей. Overwatch всего 199 рублей. И еще добавлено много новых аккаунтов. Теперь вы можете купить рандомный аккаунт в Origin'е всего лишь за 10 рублей. Аккаунт с Майнкрафтом за 40 рублей. Ну, либо же аккаунты CS GO с вещами. Допустим, аккаунт с ножом 499 рублей. А еще, благодаря карантину, после покупки в моем магазине, вы получите еще бесплатно два подарка. Бесплатную игру в Steam'е. И бонусом рандомный аккаунт Origin. Допустим, с Battlefield'ом или FIFA'ой. Покупай игры по минимальным ценам в интернете. Ссылка на мой магазин в описании. То есть, да, это хорошо работает вообще на всем. То есть, даже матчмейкинг это работает. И главное преимущество в том, что даже это работает на фейсите. Я недавно видел ролик одного англоязычного ютюбера, который рассказывал, что это работает на фейсите. И что это очень странно. Ведь фейсит это реально самая защищенная такая платформа. Там вообще нет никаких читов. А именно это работает там. И у меня есть ответ, почему именно это работает. Потому что это не вшивается в игру. То есть, это реально нельзя задетектить именно на компьютере. Так как макросы именно на моей мышке, Блади, вшиваются в саму мышку. Да, в мышке есть память. То есть, это звучит так. В мышке реально существуют читы. И это я говорю без преувеличений. Вы стреляете постоянно в одну точку. Это помощь прицеливании. Но найти это невозможно. Потому что это все находится в мышке у вас. А не на компьютере. Ну а если брать такие мышки, как Razer, Logitech и другие. Тут я точно говорить не могу. Потому что я не знаю просто, если там тоже память в мышке. Либо же ее там нет. А теперь я перейду к уже одной большой проблеме. Почему лично я это не использую? Да потому что это очень-очень непривычно. Первое время вы будете просто страдать. Так как вы уже привыкли зажимать и контролировать спрей. А тут этого делать не надо. Вы должны просто держать мышку на одном месте. И не вести ее, знаете, так вот вниз немножечко. И поэтому каждый раз макрос у вас будет сбиваться, когда вы будете это делать. Но конечно же ко всему можно привыкнуть. И если вы только начали играть в CS GO, то да, это вам реально первое время может помочь. Но запомните, друзья, я вам не советую это делать, потому что это не ваш скилл. Но самое главное, что теперь вы знаете, что это существует. И таким образом можете просто потроллить ваших друзей. Но как-то играть с этим матчмейкинг я бы вам не советовал. Ну а сейчас на экране у тебя высветился офигенный ролик с моего канала. Просто кликай и смотри его. Ну а я желаю всем удачи и до скорых встреч.